МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За благоустройство проголосовали рекордное количество человек – 15 тысяч самарцев. Любовь Кондратьева живет на улице Свободы больше 30 лет. Рассказывает, как сплотились всем районам, привлекали родственников, живущих в разных уголках Самары, чтобы вновь вдохнуть жизнь в любимое место прогулок и отдыха. Мы металлурги. Здесь, считай, выросли наши дети и внуки. Поэтому все дружно-дружно шли с семьями голосовать. Важно не только преобразить, но и поддерживать порядок. За чистотой здесь следят ежедневно с самого утра. Сегодня в Самаре средний кубераться вышли еще больше дворников. Обслуживающая организация работает здесь после реконструкции. До этого территория находилась в зоне ответственности администрации района. Сотрудники обслуживающей компании отмечают, что спустя почти два года после масштабной перезагрузки общественного пространства здесь не было ни одного вопиющего акта вандализма. Напротив, со сменой обстановки сменился и контингент. Людей здесь бывает очень много, особенно в вечернее время, молодежь. Ну, что хочу заметить, как и раньше до ремонта, что здесь, что на бульваре металлургов. Там были старые скамейки, и там были люди немножко асоциального происхождения. Ну, вот стали замечать два года, как только поставили новые скамейки. Ну, такого у нас засилия этими людьми нет. Преобразить свой двор, сквер, который находится неподалеку от дома, или любимый парк – теперь это в руках самарцев. Федеральная программа формирования комфортной городской среды открывает для горожан возможность выбрать территорию, которую впоследствии благоустроят. Онлайн-голосование за площадки, которые предстоит привести в порядок в 2022 году, стартует уже 26 апреля и продлится до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Мария Ильевна, Василий Колдашов. События.